Девушки отдыхают Жертва быстро исходит кровью Эти морские красавцы воруют яд Осы убийцы обрекают жертву на медленную смерть Все пауки созданы убивать Почти у всех есть ядоносные железы Паук – ночной кошмар всех насекомых Тарантулы – элитарные хищники Тело их покрыто волосками Которые улавливают легкие колебания воздуха Приближение потенциальной жертвы У многих тарантулов есть волоски на животе При нападении тарантул сбрасывает их Нападающему не поздоровится Тамаринды – охотники на пауков Тарантул, почуяв опасность, сбрасывает волоски Схватка продолжается Волоски на этом куске мяса вызывают аллергическую реакцию Раздражение не пройдет много дней Вряд ли этот тамарин еще позарится на тарантула Тарантулы раскидывают шелковую сеть у своего логова И узнают о приближении жертвы Волоски на ногах улавливают малейшую вибрацию Сеть задрожала Пора нападать Тарантул хватает кузнечика Прокусывает кожу И впрыскивает яд Это смесь токсинов, пищеварительных энзимов И антикоагулянтов Тарантул тащит жертву в логово Дно его выслано паутиной Он кладет тело на пол И заворачивает в плотный кокон Впрыскивает еще яд Энзимы разжижают внутренности И тарантул всасывает коктейль из кузнечика Теперь пора умыться А уборкой трупа можно заняться попозже Другой паук из амазонских джунглей Белоногий тарантул Восьминогий эксперт верхолаз Он живет в паутинном коконе трубки Лазать может даже по гладкой поверхности Ноги его покрыты микроскопическими волосками-зацепками Метод убийства, как у других тарантулов Уловить вибрацию паутины Прыгнуть, убить Потом затащить жертву в кокон И спокойно пообедать Пауки-прыгунки Необычайно проворные убийцы Восемь глазков обеспечивают прекрасное зрение Оттолкнувшись задними ногами Паук совершает длинный прыжок Сверчки тоже проворны И настигнуть их нелегко Но этот паук может Он как кот Подкрауливает И прыгает Все пауки плетут сети Но некоторые — ткачи-мастера Их жертвы попадаются в самые изысканные сети Жидкий шелк берется из тела Пауки выдавливают его из спинных желез И он превращается в крепкие нити Умение плести Запрограммировано генетически Сначала — рамка и несущие нити Потом — Начиная от середины Создать своего рода леса для работы Наконец — Липкая спираль для ловли жертв Поймать в паутину Быстро летящую жертву Это особое искусство Нити паутины В пять раз крепче стали Ужасная черная вдова Опаснейший паук в мире Эти пауки Смертоносны Их яд в пятнадцать раз ядовитее, чем у гремучей змеи Паук заворачивает жертву в кокон Потом убивает своим ядом И кладет прозапас Но даже на ядовитых пауков Есть свои охотники У них самый сильнодействующий яд Убивает одна капля Южно-американский паук Осторожно освобождает смертоносную жертву Из паутины Дальше в созданных убивать Змеиный яд, вызывающий панику Скользкие убийцы Готовы поднести свой смертельный коктейль Жертва не успевает понять Что случилось? Змеевидные лягушки Опаснейшие хищники на земле Яда этой лягушки Хватит на десять человек Она не убивает добычу Только врагов Прекрасное зрение Длинный язык Подходит для охоты на насекомых Они собирают яд Поедая ядовитых насекомых Яд выделяется Из особых кожных желез По счастью К нему вырабатывается иммунитет Хищная зеленушка Прекрасно сливается с листвой Она выжидает в деревьях Беспечную жертву Лягушка ускользнула От ее яда У змеи идет изо рта пена Лягушки выделяют яд Из спинных желез Но хотя для них яд Лишь средство защиты Другие используют его Для охоты Некоторые американские индейцы Смазывают этим ядом Наконечники стрел КОНЕЦ Яд попал в кровь Смерть приходит мгновенно Противоядия нет У ядовитых животных Яркая окраска Это знак хищникам Не пытаться их съесть Королевские аспиды Смертельны Что видно по яркой окраске Яд их силен И по большей части Нужен для охоты На других змей Змея впрыскивает Жертве сильный яд Вызывающий паралич И остановку дыхания Клыки змеи невелики Поэтому она долго Вгрызается в тело жертвы Впрыскивая туда яд А потом Заглатывает ее С головы Защитная окраска Так надежна Что ее имитируют И не ядовитые змеи Этот псевдо аспид Из Бразилии Молочные змеи Тоже безобидны Но выглядят ядовитыми Американские лжи Не ядовиты Они душат Свои жертвы Их еще называют Королевскими Потому что Они едят Других змей Даже яд Гремучих змей На них не действует Ложная окраска Усложняет Правила игры Все змеи Платоядные хищники Они так опасны Что некоторые животные Выработали на них Групповую реакцию Эти лемуры Предупреждают сородичей Об опасности Рядом змея Надо спасаться На деревьях Змеи Змеиный яд Смесь токсинов Разрушающих Организм жертвы Некоторые яды Вызывают кровотечение Другие Парализуют Жизненно важные Нервные центры Змеи Змеи созданы Чтобы убивать Тело змеи Это голова И очень длинный Позвоночник И ребра Змея скручивает Тело Волнами Последовательных Мышечных сокращений Даже без ног Змеи легко Перемещаются По любой местности Челюсти Позволяют Очень широко Раскрыть Рот Это потому Что змеи Заглатывают Жертву Целиком Вот необычайная Жертва Эта змея Напала На паука В логове У этих змей Кислотная слюна Она не убивает Жертву А переваривает Живьем Считается Что таков Был прототип Всех змеиных ядов Кобры Опаснейшие Змеи В мире Их легко Узнать По капюшону Показывающему Что змею Разозлили У кобр Устателые Ядовитые Зубы Вросшие В челюсть Они напоминают Иглы Для инъекций Некоторые Кобры Способны Плеваться Ядом Но Обычное Их оружие Укус Эти ловкие Убийцы Живут В очень Широком Ареале Лесные Кобры Из самых Крупных Они Живут В африканских Лесах У них Некрупный Капюшон И большие Глаза Яд Их Смертоносен И птенцам Не спастись Некоторые Кобры Освоились Даже В воде В африканском Озере Танганьика Удивительное Разнообразие Рыбы И страшно Ядовитые Водяные Кобры Рыбьи самки Укрываются В раковине Улитки Кобра Обследует Раковины Одно за другой Ее яд Убивает рыб Почти сразу В западной Африке Живет Габонская Гадюка Змея У которой Самые Длинные Ядовитые Зубы На земле Она Воистину Создана Убивать Ядовитые Зубы До 5 Сантиметров В длину Сетчатый Узор На теле Гадюки Неспроста Он Отвлекает Внимание Жертвы И позволяет Слиться С окружением Это сложный Геометрический Узор У большинства Змей Отличное Зрение Но Не оно Их Главное Оружие Чаще Более важен Для них Запах Нос Змеи Это скопление Высокочувствительных Рецепторов Язык Ощущая Их Запах Посылает Сигнал Носовым Рецепторам Змея Анализирует Запах И Почуяв Жертву Нападает Часто Они охотятся На обум Но У этой Гадюки Есть цель Цель Найдена Змея Готова К атаке Прыжок Голова С ускорением Летит На жертву И Сила Удара Позволяет Змее Глубоко Вонзить Ядовитые Зубы Заканчивается Борьба Быстрым Укусом Прокусив Кожу Змея Выпускает В рану Яд И он Попадает Прямо В кровеносную Систему Зубы Гадюк Длиннее Чем У Кобр И яд Проникает Глубже Такие зубы Нелегко Поместить Во рту И у Гадюк Они Не закреплены И могут Раскачиваться Во время Нападения У этой Гадюки Несколько Пар Зубов Если Сломается Один Другой Все же Довершит Начатое Яд Попадает В кровоток Крыса В панике Сердце Разносит Яд Еще Быстрее Кровь Перестает Свертываться Змея Змея Не выпускает Жертву До самой Смерти Паралич Нервов Вызывает Судороги Потом Сердечный Шок Змея Ослабляет Хватку Перемещает Жертву Головой К себе И начинает Заглатывать Это Занимает До Двадцати Минут Если Добыча Крупна У гадюки Смещается Челюсть Яд Позволяет Убить Быстрее Аккуратнее Проще Океан Дом Для Множества Убийц В нем Тысячи Ядовитых Видов И Самые Быстродействующие Яды Лишь Прикоснитесь К раскинутым Щупальцам Цианарии И Ядовитые Щупальца Выпустят Свой Заряд Так Этот Анемон Убивает Жертвы И Защищается Но Некоторые Жертвы Так Просто Не Возьмешь Но Дебраки Или Морские Слизни Морские Слизни Поглощают Яд Других И Сами Становятся Ядовитыми О чем Предупреждает Их Окраска Их Цвета И Формы Бесконечно Разнообразны Все Они Платоядны Но Все Могут Стать Последним Обедом Для Беспечных Хищников Перед вами Очаровательный Радужный Нудибрак Морские Слизни Принимают Всевозможные Обличия Такие радужные Слизни Находят Анимонов По запаху Заметив Жертву Слизень Начинает Осторожно К ней Приближаться Поспешишь И Жертву Втянет Все Щупальца Медленно Как ловкий Наемный Убийца Нудибрак Подкрадывается К жертве Готовый К нападению Испуганный Анимон Тут же Закрывает Рот И Втягивает Щупальца Убийца Становится Жертвой Обезвредив Жертву Слизень Бросается На Щупальца Проглатывая Сколько Получится Радужный Слизень Не переваривает Ят жертвы Но Откладывает В спине Необходимые Средства Защиты В жестоком мире Почему Анимон Пытается Прилепиться К панцирю Краба Это Взаимовыгодная Сделка Для Анимона Бесплатный Проезд Для Краба Камуфляж И Защитный Яд Многие Слизни Воруют Яд У собратьев Удивительный Пример Безотходности Но Украсть Можно И У вора Некоторые Слизни Настоящие Воры Бессовестные Хотя и Медлительные Разбойники При этом Оба Они Прирожденные Убийцы Крупный Слизень Находит Свою Жертву По Желкие Сородичи Не Могут Противостоять Этому Медленному Но Безжалостному Убийце Он Заглатывает Жертвы Одну За Другой Пополняя Свой Химический Боезапас В морских Глубинах Живут И Другие Убийцы Океанические Медузы Подобные Инопланетянам Эти Смертоносные Убийцы Живут В морских Просторах И Не Одни Бесплотное Существо Танцует В ночных Водах За ним Тянется Отравленная Сеть Существа Попавшие В ядовитые Сети Обречены Многие Жертвы Икринки Сети Расставлены Яд Блокирует Нервную Систему Икринки Смерть Наступает Мгновенно А это Медуза Кузовок Ядовитая И стремительная Ее яд Вызывает Остановку Сердца У некоторых Кузовков Яд В 700 Раз Сильнее Чем У португальских Оргонавтов Еще одна Икринка Смерть Приходит Быстро Все Медузы Созданы Убивать Каждый Дюйм Их Щупальцев Пропитан Ядом Эти Океанские Медузы Впечатляют Купол Их Может Достигать 70 Сантиметров В диаметре По краям Длинные Щупальца В каждом Тысячи Гарпунов Готовых Выстрелить При первом Прикосновении Медузы Плохие пловцы И обычно Доверяются Течением Но некоторые Могут плавать За счет Пульсации Купола У этой Медузы Загадочный Пассажир На куполе Устроился Краб Никто Не знает Какого он Вида И чем Живет По сути О таких Крабах Ничего Не Известно Из глубин Поднимается Великолепная Океанская Медуза При ней Шлейф Из ядовитых Щупальцев Среди Среди Мелкие Рыбки Медузы Судя По всему На них Яд Не Действует Они Даже Питаются Токсичными Желатиновыми Выделениями Но иммунитет Но иммунитет Действует Не Всегда Похоже На эту Яд Подействовал Яркие Гарибальди Тоже Кружат Вокруг Медуз Они Наскакивают На щупальца Рискуя Тут же Погибнуть Но плавать рядом с хищником Не так плохо Это защита от других врагов Знакомых с ядом медузы Яд Можно Увести Не только Щупальцами Другое Орудие Смерти Жало Яд Не всегда Убивает Мгновенно Им Им пользуются И в куда более Жестоких играх Паук И Оса Кто охотник А кто жертва Белянка Паук-одиночка Живущий В пустыне Ливии Прячась От дневного солнца Он роет себе Нору За ним охотится черная оса Известная как охотник на пауков Она обнаружила паучью нору Больше часа оса роет песок на санцепёке Чтобы добраться до паука Добравшись до жертвы Оса впрыскивает ей свой яд Яд настолько силён Что паралич наступает почти мгновенно Белянка теперь беззащитна Потом оса тащит паука в своё гнездо Там она кладёт на парализованного паука Одно яйцо Потом зарывает яйцо С ещё живой жертвой Через два дня Личинка Поедает паука Заживо У личинки жука-скакуна Очень грозный вид Раскинув клешни Она выжидает у своей норы Зазевавшихся насекомых Личинка вообще питается муравьями Но это не муравей Это оса-паразит Мимикрировавшая под муравья Она забирается в нору И ищет личинку Чтобы укусить Яд действует на нервную систему И вызывает паралич Оса возвращается наружу Ждать действия яда Потом спускается Осмотреть жертву Если личинка парализована Она кладёт на неё яйцо Потом засыпает могилу Личинка осы будет питаться жертвой Пока не вырастет и не покинет нору Носить в себе яд не всегда просто Яркий цвет божьей коровки Сигнал Я ядовито Отличная защита Но их яд не спасает от динокампы Осы-паразита Дважды в год Самка откладывает на божьих коровах От ста до двухсот яиц Тем самым Одна самка убивает до десяти тысяч Божьих коровок в год Яйцо оса откладывает под панцирь Яркий цвет защитит его от врагов Хвостовое жало осы Также и яйцекладущая трубка Развиваясь Личинка за пять-семь дней Перерезает нервы Ведущие к задним ногам Парализуя коровку Потом личинка выходит из тела И строит кокон между ногами коровки Такой живой инкубатор Через шесть-девять дней Рождается оса Новая убийца Готовая искать себе жертву Все это время божья коровка Продолжает жить Умирает она От инфекции Или от голода Изрыгающий яд зверя Из парка юрского периода Может и вымысел Но динозавры Могли быть ядовиты Их зубы Напоминают зубы Современного убийцы Истинно ядовитого хищника Ядозуб Один из двух ядовитых ящеров На земле Эти рептилии Идеально приспособились Раздвоенный язык Передает через особый сенсор Информацию Вкусовому органу На верхнем небе Главное чувство Запах Любимая пища Яйца Они поглощают жертву Целиком Как змеи Этот ядозуб Взял по запаху след Будущей жертвы Мощные челюсти Сжимают жертву Клыки Доставляют в ее тело яд Они вводят яд Не так, как змеи Железы во рту Вырабатывают яд Он попадает на зубы Которые терзают жертву Сезон рождения детенышей Самое время для охоты Сначала ящер убивает мать Ей не устоять Ей не устоять против зубов Чешуи И когтей убийцы Потом Залезает в гнездо И выстреливает языком В сторону добычи Он съедает новорожденных Одного за другим Как и динозавры Было их времен Ядозуб создан Чтобы убивать Яд парализует Убивает и помогает Переваривать Жертву целиком Смерть наступает быстро Или очень медленно Нервы, кровь, сердце Разрушаются Яд воруют для самозащиты Или используют для медленного убийства Существа, несущие в себе яд Созданы Чтобы убивать Субтитры создавал DimaTorzok